Лампочки Ильича заменят лампочками Чубайсом. Сегодня в магазины страны поступают 60-ваттные светодиодные лампы Аптолюкс Е27, которые подходят для обычных светильников. Производители называют новый источник света экономичным и экологичным. Светодиодная лампа потребляет в 6 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания. А в отличие от люминесцентных ламп, не содержит ртуть и не требует специальной утилизации. Производители утверждают, что служить их лампы будут не менее 50 тысяч часов. В будущем новые лампы, как и полагается, новым технологиям, станут еще и интеллектуальными. При этом, что мы планируем в долгосрочном, скажем так, в среднесрочной перспективе, это принесение в лампочку некого элемента интеллектуальности. То есть, например, одна из идей, с которой мы сейчас прорабатываем, это возможность управления, дистанционного управления светом, опять-таки, световым потоком, интенсивностью светового потока, яскостью, световой температурой, посредством специального приложения на мобильном телефоне. Впрочем, вряд ли за новыми лампами сразу выстроится очередь. Привлекательность убивает один очень ощутимый недостаток – стоимость. Розничная цена светодиодной лампы «Оптолюкс» – 995 рублей. Это почти в 100 раз дороже лампа накаливания. Так что замена лампочек по всей квартире становится ощутимой тратой. Наверное, я сейчас допущу грубую политическую ошибку, зато скажу то, что думаю. Вообще не волнует эта тема. Монавая спорта, я задана рынком, который под курить. Определиться со свободным рыночным выбором помогает государство. С января этого года запрещена продажа 100-ваттных ламп накаливания. В 2013-м Россия избавится и от 75-ваттных. Еще через год – от 25-ваттных. Конечно, цена диодных лампочек будет падать, но вряд ли они когда-нибудь будут стоить дешевле 300 рублей. Так что выбора между энергосберегающими и деньгосберегающими лампами у россиян не останется. Екатерина Кожевникова, Евгений Брайлянча, Инфокс.